Привет! Вы на канале Мурашки и сегодня мы с вами рассмотрим несколько кормовых культур и выберем более оптимальную для первой. Начнем. В данном видео мы будем рассматривать 5 кормовых объектов, а именно мучной червь, жук-знахарь, туркменский таракан, мадагаскарский таракан и мельком затронем архимандрит. А начнем мы с мучного червя. Мучной червь представляет из себя в виде белка для муравьев личинку жука. Взрослыми особями, то есть жуками, муравьев не кормят. Цикл размножения средний по скорости. Давайте его рассмотрим. Взрослая особь, а это жук, откладывает яйца в разном количестве. До вылупления в личинок кладка проходит инкубационный период в течение от 8 до 30 дней. Далее из яиц вылупляются личинки. Вот ими уже можно начинать кормить молодые колонии. Размер личинок от нескольких миллиметров до полтора сантиметра. Личинки до перехода в куколок проведут в таком состоянии примерно месяц. За этот период личинка растет. Далее в состоянии куколки она пролежит от 8 до 12 суток. После истечения этого времени вылупится уже готовый к продолжению своего рода жук. Жуку для полного созревания надо уже не так много времени, а примерно несколько недель. Содержание также не особо сложное. В качестве субстрата я использую вроде бы овсянку, но я знаю, что также можно использовать различные крупы или злаки. Кормление еще проще. Сами личинки и жуки потребляют субстрат, но также можно использовать различные фрукты или овощи. Влажности они не требуют, то есть они получают ее из фруктов. Все, единственный недостаток это долгий, ну или же средний цикл развития. Вы не сможете постоянно поддерживать одинаковое количество личинок, особенно если у вас много колоний, а уж точно, если у вас много больших колоний. Перейдем дальше. Следующий на очереди у нас жук-знахарь. Отличная кормовая культура для тех, кто содержит мало колоний, или вообще одну. Цикл у них совершенно такой же, как у мучеников, но проходит он в разы быстрее. Полный цикл от яйца до появления взрослой особи у них от 6 до 7 недель, что намного меньше, чем у мучеников. Взрослые особи живут от 15 до 20 месяцев. Кормить муравьев также нужно личинками, но никак не жуками. Содержание. Это желательно открытый полностью без крышки контейнер. Кстати, жуки умеют летать, но при должном уходе они даже не подумают улететь. Субстрат у меня в виде овсянки, но можно использовать любые крупы или что-то в виде этого. Кормление точно такое же, как у мучеников. Также я иногда докладываю ему же старый хлебушек и очистки. Они едят все, и чем больше еды у них будет, тем быстрее будет расти ваша колония. Знахарь это отличный вариант для первой колонии, тех же мессоров. Они максимально быстро размножаются. Это самая быстро развивающаяся культура, которая мне известна. Идем дальше и переходим к тараканам. Туркменский таракан. Сразу отвечу, где мраморные. Ну, во-первых, у меня их уже давно нет. Во-вторых, они шустрые, лазят везде. И мало что от них спасает. Ну и в-третьем, они пахнут намного сильнее, чем турки. Все, надеюсь, все. Больше вопросов по ним ко мне никогда не будет. Я вообще не рекомендую их заводить. Но также хочу подметить, что все выводы сделаны на личном опыте. И это лично мое мнение. У вас оно может отличаться. Это нормально. Я вас ни к чему не притягиваю. Вы можете делать по-своему. Я просто рассказываю в своем видео свою информацию. Спасибо за понимание. Итак, рассмотрим, однако, наших тараканчиков. Содержание у них тоже максимально простое. Можно содержать их даже без субстрата. Но я все же рекомендую насыпать пару сантиметров кокосового субстрата или стружки. Кормление должно быть чуть разнообразнее. Надо иногда добавлять в рацион белок. Я лично даю гомаруса. Также раньше давал дафнию. Также кормим их очистками или шкурками от каких-нибудь фруктов или овощей. Все. Влажность при откладывании атак нужна. Лично я обшикиваю контейнер пару раз в неделю. Обильно обшикиваю. Теперь о цикле. Взрослые особи достигают от 2 до 2,5 сантиметров. Размножение у них проходит в виде откладывания атак. В таком состоянии они лежат месяц, после чего вылупляются тараканы. Тараканы растут от 3 до 5 месяцев, что довольно-таки быстренько. Ну и также стоит рассказать про температуру. Она должна быть примерно не ниже 25 градусов для стабильного размножения. А влажность не ниже 60. Ну и последние, кто у нас остались, это мадагаскарские тараканы и тараканы архимандрита Тесселата. Начнем с первых. Это большие, даже очень большие тараканы. Их размер составляет 7 сантиметров взрослой особи. А архимандрит 12. Живут тараканы более 2 лет, за которые они принесут вам немало потомства. Но вот и их огромный минус, это цикл развития. После обладотворения самка вынашивает атаку от 2 до 3 месяцев. Эти тараканы живородящие. После вылупления тараканы растут. И растут до взрослой особи около 1,5 года. За который ваша колония наберет численность 300 особей. Тут, как по мне, можно сразу отложить покупку этих тараканов на будущее. Они точно вам не подойдут. Также прилетает еще один минус, вспомнил я. Не все муравьи справятся с их панцирем. Даже при том условии, что вы будете его разрезать. Так что, как-то так. У тараканов архимандрит все то же самое. Только есть несколько отличий. Давайте о них сейчас поговорим. Цикл у них точно такой же. Но растут от линьки первой личинки до взрослой особи примерно 8 месяцев. Ну, из-за того, что взрослые особи достигают 12 сантиметров, я содержу таких тараканов примерно 20-литровом аквариуме, плоском террариуме. Вот так будет правильнее. Кормление у обоих этих гигантов максимально простое. Это фрукты и овощи. Также иногда нужно опрыскивать стенки, чтобы они пили. Но также они могут получить влагу из фруктов. Также Мадагаскарам можно иногда давать цитрусовые, но не в больших количествах. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы определились для себя со своей лучшей кормовой культурой. Лично я содержу всех этих тараканов и не только. В описании вы можете посмотреть, кого я содержу. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok